Всем привет! Меня зовут Данил, вы на канале ВЗО. И сейчас мы посмотрим, чем же запомнилась эта неделя. В этом выпуске расскажем, можно ли будет пользоваться инстаграмом через VPN, почему россияне скупают сахар, какие французские компании продолжат работать в нашей стране и кто получил подарок из космоса за 130 тысяч долларов. Начинаем с хорошей новости. Мы не выбрали победителя конкурса комментаторов к прошлому выпуску, так как никто из участников не выполнил все условия. Пожалуйста, будьте внимательнее. А хорошая новость в том, что мы удвоим приз для следующего победителя. Принять участие в конкурсе несложно, просто досмотрите выпуск до конца, и мы расскажем подробнее. А теперь к основным новостям. Что грозит пользователям Facebook и Instagram, если Мета признают экстремистской организацией, ведомостью? Генеральная прокуратура России направила в суд заявление о признании компанией Мета, владеющей Facebook и Instagram, экстремистской организацией. А после этого Роскомнадзор заблокировал эти соцсети на территории России. Победа! Все? Да! Есть! Нарывай! Нарывай! Юристы и эксперты говорят, что в случае признания компанией экстремистской, никакой ответственности за наличие аккаунта в данных ресурсах простые граждане не понесут, даже используя VPN-сервисы. Так как законом это не регулируется. Во всяком случае, пока. Другое дело – размещение рекламных постов на данных платформах. Это уже может быть истолковано как финансирование экстремизма. Также привлечь смогут и за размещение на своих платформах кнопок с логотипами Facebook и Instagram. Так как это может быть расценено как публичное демонстрирование символики экстремистских организаций. Влекущий штраф или арест на 15 суток. Такие дела. «Посмотри на моего котика. Тебе он нравится? У него уже 6 лайков. Посмотри на моего котика. У него уже 7 лайков. Ставишь лайк? Ваня, посмотри на моего котика. У него уже 8 лайков. Ставишь лайк? Посмотри на моего котика. У него уже 9 лайков. А ты ставишь лайк? Мои комментарии очень милые. Ранее выпущенные и уже добавленные в Samsung Pay продолжат работать в столичном транспорте. Также платежи по картам МИР любых банков будут работать в Samsung Pay без ограничений. Так, каменный век пока отменяется. Французские компании не будут уходить из России. Радио Спутник. Французские компании, в том числе Ашан, Танон и Леру Мерлен останутся в России. Заявил глава союза французских предпринимателей Жофруа Рудебезье. Также он указал, что это рекомендовало им их правительство. Франция сейчас старается принять более-менее нейтральную сторону и не вводит в России какие-то беспрецедентные санкции. Понятно, что в любом случае они прежде всего думают о собственных экономических интересах. И поэтому Макрон пошел навстречу пожеланиям французских деловых кругов, которые достаточно выгодно сотрудничают с Россией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Правительство готовит новый набор мер для поддержки экономики. РИА Новости. В план входит около ста инициатив, на которые планируется потратить 1 триллион рублей. Россия готова выполнить обязательства. Грозит ли стране дефолт? РИА Новости. Из-за санкций и заморозки около половины резервов ЦБ, американские аналитики прогнозируют, что уже через месяц Москва станет неплатежеспособной. Но это не совсем так. Дефолтом бывает двух видов. Простой и технический. Простой происходит, когда должнику нечем платить. Технически же это ситуация, при которой заемщик не заплатил и тем самым нарушил договор займа. Тех дефолт возникает не из-за отсутствия денег, а из-за отсутствия возможности оплаты в данный момент. Собственно, что и может произойти сейчас. Так как государство в одностороннем порядке изменило условия выплат по своим внешним долгам. То есть допустило расчеты в рублях по тем облигациям, расчеты по которым предусмотрены в долларах. Будет ли Запад в такой ситуации называть происходящий дефолтом? Безусловно. Эксперты говорят, что экономических предпосылок для дефолта в стране нет. Денег для погашения долга у России достаточно. Да и сам долг не самый крупный. Внешний госдолг России составляет 59,4 миллиарда долларов. Внутренний 16,4 триллиона рублей. Для сравнения госдолг США сегодня превышает 30 триллионов долларов. Это совсем не та ситуация, которая была в 1998 году. Последствия сейчас затронут прежде всего работающих на внешних рынках компаний с госучастием. А для рядовых граждан основными угрозами является инфляция и риски подорожания в магазинах еще на 20-30%. Николай, по поводу дефолюрации сейчас все... Не будет... Не будет дефолюрации сейчас. Не будет дефолюрации сейчас. Твердый и четко. Твердый и четко. Твердый и четко. Пикулянты и посредники. Почему россияне массово скупают сахар? Forbes. С начала марта российские ритейлеры столкнулись с ажиотажным спросом на бокалейную продукцию. Особенно востребованным оказался сахар, спрос на который за две недели вырос в 5-8 раз. Господи, помилуй, смотрите, за сахар дерутся люди. Это ужас какой. Господи, помилуй. Скупает в основном поколение людей 50+. У которого первая реакция на любые надвигающиеся потрясения является желанием побежать в магазин и скупить все самое необходимое. То же самое было два года назад, когда начиналась пандемия коронавируса. Тогда сметали гречку, сейчас сахар и прокладки. Кажется, я догадываюсь, почему кому-то может потребоваться так много сахара. Британия решила запретить экспорт предметов роскоши в Россию. Московский комсомолец. Великобритания в поисках чего бы такого еще запретить, решила ограничить экспорт роскошных автомобилей, элитной одежды и произведений искусства. Думаю, большинство россиян переживут это безполезненно. Нежели богато, ни хуй начинай. Мужчина нашел метеорит стоимостью 130 тысяч долларов. Лента.ру. Житель Великобритании Тони Лаудинг как-то вышел ночью на крыльцо своего частного дома покурить и увидел падающий огненный шар. Мужчина сразу понял, что это был низколетящий метеорит, который упал где-то рядом. Он решил его отыскать, но на это ему потребовалось полтора года. В один из дней ему улыбнулась удача, и он обнаружил заветный метеорит в нескольких сотнях метрах от дома. Мужчина планирует отдать камень на экспертизу, чтобы выяснить его стоимость. По предварительным оценкам, она может достигать 130 тысяч долларов. Неплохой такой презент из космоса. На этой неделе мы хотим посоветовать вам попробовать один трюк, который научит копить деньги. Каждый вечер обнуляйте остаток денежных средств. Например, вечером у вас осталось 5 235 рублей наличными и 20 455 рублей на карте. С каждой оставшейся суммы вычитаем две последние цифры, так, чтобы на конце оставалось два нуля. Наличные деньги удобнее обнулять в копилку, а средства с карточки можно переводить на счет копилку или на другой счет. Так постепенно вы приучите себя копить. Обязательно попробуйте и напишите нам в комментариях, что у вас из этого получилось. А на сегодня это все новости. Напишите нам в комментариях свои впечатления от выпуска. Также расскажите, на что вы потратили свои первые в жизни заработанные деньги. Поставьте хэштег в изооконкурс. Лучше мы выберем и вручим наш кубок гроза комментаторов и сертификат в Азон на 2000 рублей. Пусть на этой неделе у вас все получится. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok